У супругов Сергея и Екатерины, пожалуй, самое необычное семейное хобби. Каждые две недели, ближе к полуночи, ребята надевают светоотражающие жилетки, берут в руки баллончики с эмалью и помечают дыры на городских дорогах. Сегодня белой краской обведут колдобины на многострадальной трактовой. Капитального ремонта эта улица не видела с советских времен. Я, например, машину или подвеску ремонтирую два раза в год. Довольно-таки накладно. Мы с женой решили, что почему бы таким образом не помочь нашим горожанам. Посмотрели, в принципе, практика не новая по России, уже во многих городах это делают. Собрали друзей, посовещались, решили, почему бы и нет. И вот ночью собираемся, едем, делим город на сектора. Кто в каком районе живет, все ямки знают. Обводим ямки, смотрим, когда видим вот такое безобразие, помечаем их белой краской для того, чтобы водитель, который ехал, он эту ямку увидел. Увидел, соответственно, затормозил и объехал. Идею этой парочки водители одобряют. Кто-то показывает большой палец, дескать, молодцы. Другие хотят присоединиться и помочь. Третьи и вовсе бесплатно предлагают несколько литров краски. Но, похоже, к следующей вылазке, которую ребята наметили на 13 июля, улицу Трактовая пометить краской не получится. В конце июня здесь начнется глобальный ремонт. Вся протяженность этой дороги 2700 метров. Общая площадь асфальтирования 34 тысячи квадратных метров. Вот на этой дороге 35,5 миллионов смертной стоимости. Ремонт этой дороги. Естественно, здесь предусмотрено. Ширина проезжей части 9 метров, более 9 метров. Обязательно будет тротуар. Ну, шириной полтора метра на всем протяжении дороги, значит. Будет тротуар. И с выездом туда, как я говорил, на Маховую. На самом деле, работы на пяти городских улицах должны были закипеть еще месяц назад. Торги на ремонт дорог на Анамжилово, Мокрово, Трактово, Шумятского и Тюменской объявили еще в 20-х числах апреля. Три аукциона потянули на кругленькую сумму в 75 миллионов. Заказчиком выступил комитет по строительству. Однако, все пошло не по плану. После проведения аукциона к антимонопольщикам от других участников торгов поступили жалобы на действия заказчика. В начале мая поступили жалобы от компании общества с ограниченной ответственностью «Три восьмерки плюс» и также к нам жаловались общества с ограниченной ответственностью «Гарант». Жаловались на действия заказчика комитета по строительству и уполномоченного органа управления по муниципальным закупкам. Заявители были не согласны с положениями документации в аукционе. Считали, что в документации присутствует ряд нарушений. По результатам рассмотрения данных жалоб в действиях заказчика действительно были выявлены нарушения. В итоге новый аукцион с исправленным техзаданием и прочими документами состоялся лишь 13 июня. Согласно процедуре, необходимы еще полторы недели для подписания контрактов с победителями. Посему строители смогут приступить к работе не ранее начала июля. И то с условием, что на этот раз не будет претензий со стороны конкурентов. Получается, что пара месяцев для ремонта дорог бездарно потеряна. Однако чиновники уверяют, к октябрю все дороги сделаем. Деньги 340 миллионов рублей уже поступили. Кстати, свои гонорары подрядчики получат, как и в прошлом году, только после завершения и приемки работ. Заявок было много, в общем-то говоря, на все дороги. От 10 до 15 было заявок. Победили те, кто победили пока. Вот здесь я говорю, по Макро выиграла фирма «Строй Евроком». По тракту, где мы сейчас были, выиграла «Дорсстройсервис». По «Римпочи Бакша», то, что я говорил до этого, также выиграла «Дорсстройсервис». Но коллективно нам еще предстоит 20-го числа. Так, по Намжилово, значит, то, что будет делаться, там выиграла «Обайкал». Пока вот так. Эти фирмы не знакомы? Ну, да, эти фирмы в прошлом году, эти подрядчики не работали. Я их не знаю, честно говоря. Ну, судя по некоторым отзывам, в общем-то, достаточно, вроде бы, серьезные фирмы. По некоторым источникам, срыв конкурсов носит политический характер. Не исключено, что недовольные торгами малоизвестные конторы действовали в интересах политических оппонентов мэра Улан-Удэ. Если дело обстоит именно так, то у наблюдателей есть два мнения на этот счет. Одни считают, что оппозиция нынешней городской власти поступает некрасиво по отношению к горожанам, задерживая столь необходимый ремонт дорог. Вторые думают, что в условиях острой политической борьбы такие меры приемлемы. Чем бы это ни было, на самом деле, под коверной игрой или стечением обстоятельств страдают люди – и пешеходы, и автолюбители. Анна Зуева, Сергей Петров, Даниил Дурхисанов. Специально для программы «Спросим прямо».